Hello guys! С вами Маша Ги из English Revolution. Сегодня я хочу разведить один очень популярный миф. Когда я спрашиваю своих студентов, как вы считаете, легче учить английский по книгам или по фильмам? Они всегда отвечают, конечно, по фильмам. 300 страниц книги и всего лишь каких-то полтора часа фильма. Глупый вопрос. А настолько ли глупый? Давайте подумаем. Как студенты привыкли смотреть фильмы на английском языке? Включить, посмотреть с английскими субтитрами от начала и до конца и... Ничего. Ничего не происходит. Никто ничего не учит, не запоминает. И эта методика не работает. По методике всемирно известного Эй Джей Хоуга просмотр на английском языке может быть эффективен только в одном случае. Приготовьтесь. Процесс довольно долгий. Первое. Вы смотрите фильм на языке оригинала с русскими субтитрами. Это нужно, чтобы понять, о чем он. Привыкнуть к интонации, голосам героев и потом приступить уже к английским субтитрам. Один раз мы посмотрели. Второй раз мы не смотрим фильм полностью. Мы делим его на трехминутные отрезочки. Будем работать с ними. Берем первый трехминутный отрезочек. Первый раз мы смотрим его с английскими субтитрами. Второй раз мы смотрим его с английскими субтитрами и выписываем в себе слова, которые нам не знакомы. Затем мы берем тайм-аут, ищем перевод слов и смотрим третий раз уже с известными нам словами. Четвертый раз у вас происходит процесс видеокараоке, потому что вы смотрите этот трехминутный отрезок и пытаетесь говорить вместе с героями, повторяя интонации. И соблюдая все правила произношения. Пятый раз. Догадались? Все верно. Вы смотрите отрезок без пауз и без субтитров. На трехминутный отрезок мы с вами потратили 15 минут на просмотр и какое-то определенное количество времени, ну скажем 10-20 минут на поиск незнакомых вам слов. Минимум полчаса в день вы смотрите фильм трехминутными отрезками, и на это у вас может уйти целый месяц. За этот месяц вы можете спокойно прочитать книгу с удобной вам скоростью, также переводя слова, отмечая себе на полях всякие рисуночки, значки и так далее. Выбрать книгу или фильм решать вам, но выбирая фильм, не забудьте выбрать тот, который вы готовы возненавидеть. Play, пауза, отмотка назад, play, пауза, отмотка назад, и так много-много-много раз. Выбирайте фильмы покороче или там, где слов поменьше. Оставайтесь с нами. С вами была Машаги, English Revolution. Учите английский с удовольствием и записывайтесь на наши марафоны. Увидимся!